девочки всем и мальчики всем добрый вечер мальчика боюсь напугать видите я сегодня как к вам вышла вечером в общем день у меня сегодня такой почти дома прошел покрасила я волосы все-таки не удержалась я волосы покрасила как-то так фаберликовской краской покрасила волосы посмотрим что будет может быть даже немножко я их подровняю чтобы срезать вот эти вот уже жеваные концы посмотрю вот сегодня вы мало два окна с готовила там кое-что на улицу можно сказать так это вышло до магазина дошла прогулялась на улице очень тепло у нас стоит хорошая погода говорят будет похолодание окна на мыло наверное дождь пойдет как обычно вот но будем надеяться что что пока не пойдет дождь хотя погоду даже не смотрел это так по слухам вот что ты я сегодня как-то так подустала что я еще делала она перебрала кое-что эти куртки что-то на полке убрала теплые вещи там в чехлы и одежду убрала в общем шарфики даже своим не погладила надо их погладить тоже убрать все эти вот шапки шарфы все в коробку положить на верхнюю полку туда прихожую в шкаф общем такие вот такие вот дела завтра наверное я за это с утра и примусь сейчас наверное посмотрю телевизор нужно волосы не знаю феном и феном высушители или так но я феном вы знаете я феном немного подсушиваю на холодное включаю и вот таким вот теплым воздуха немножко немножко просушиваю сначала обработаю волосы чем-то так защитным или маслом в общем что-нибудь такое нанесу в страну волосы куртки вот что хотите как хочешь осветление губительно для волос да хорошо кому идут какие-нибудь рыжие волосы шли мне рыжий я бы покрасилась хной и все волосы лечатся становится даже гуще становятся более такие ухоженные чем красота осветление что делать меня как-то вот к лицу вообще не идет черный цвет темный какой-то что в одежде но еще по молодости как-то мне шли там черные платья сейчас конечно уже черный цвет с возрастом вообще как-то не идет ну ладно девочки общем покажу что у меня получилось доброе утро дорогие друзья сегодня у нас четверг вчера я намыла окна не все правда нам было два окна вот здесь в спальне вот и на кухне в комнате не стала балконная вот эту вот раму пока мыть на балкон там застеклен не стала пока мыть а сегодня смотрите вот уже пасмурно и наверное будет дождь вот ну в чистые окна очень приятно смотреть здесь у нас уже травка за цветами ничуть травка на сирене вот почки набухли здесь зелено под окном сирень будет свистеть красота вот цветочки вчера все листочки тут протерла вот этот такой огромный такой у меня цветок вот здесь у меня кактус такой детенышей сколько я не обрываю не знаю может надо было оборвать чтобы он был такой крупненький вот этот цветочек ожил более-менее я же их заморозила кто меня смотрит да при переезде вы знаете что у меня тут вот эти вот два цветка и они замерзли один вот такой вот стоит никаких побегов пока нет пока вот стоит не буду его пересаживать выбрасывать пусть так ну а этот вот более-менее такой и появился новый молоденький листочек тут у меня вот розочку мне обломилась роза от моих хороших розочек я ее сюда вот так для красоты пусть торчит в общем росточек уже появился я их подкормила надеюсь что оживут но все равно вот эти вот листочки больные что-то я обрезала так вот так вот болеет пока но ничего этот у меня вот цветок растет большой-большой скоро до потолка вырастет правда он стоит на табуретке нравится мне этот цветочек там машинка у меня будет вот так ну вот на улице стало прям пасмурно припасмурно сел пока вам показать волосы ну вот покрасила я волосы вот такого они стали цвета заколола и конечно завела сегодня концы но уже заколола вот ну вот такой вот цвет он не чисто белый получается ажим как он перламут или жемчужный жемчужный блондин здесь у меня еще волос это не седые вот они такие получаются спереди у меня тут седые волосы и они более светлее более такие светлые получаются но вот уже у волос такой ухоженный вид все-таки я не выдержала и покрасила волосы потому что очень некрасиво вот даже снимала я видео тут прям такие вот не рыжие седые все вперемешку непонятно как первый день когда еще вы моешь голову вот не так бросается в глаза все-таки они как-то посветлее становится а уже на второй третий день все волосы страшно смотреть вот пока пока то конечно я их уже запустила у меня столько здесь тут чернота и прожитая все не понять чего вот ну вот так вот все-таки все-таки покрасилась фаберликовской краской пока подравнивать не стала челку немножко подравняла так все равно вот люблю мне лучше нравится чтобы заколоть уже ветер не они не разносятся никуда их не раздувает вот ну может быть подравняют вот мне хочется чтобы вот эти мои верхние волосы немного сросли чтобы они были одной длины чтобы их только подрезать вот как по мере как испортится немножко подрезать а здесь у меня считаю что вот отсюда вот они как-то как-то все утончаются утончаются и вот такие вот вид уже не очень заколишь конечно с распущенными не буду ходить хотя кто-то вот ходит ну вот с такими волосами так посмотрим сейчас хочу прогуляться ну не знаю на улице прям как-то накрыла пасмурно-пасмурно думаю что меня наверно застень застигнет день будь дождь но прогуляться надо я что-то совсем обленелась в лес не хожу не на дальние расстояния как-то все тут дома какие-то дела сейчас забросила в машинку стирку собрала со всех думок вот эти наволочки покрывала сняла с дивана вот все надо перестирать все стираю стираю каждый день по несколько стирок верхняя одежда тут кто что-то занавески пока не буду стирать может быть даже летом где-нибудь час пока они еще не запылились в общем-то недавно мы их только повесили не буду стирать занавески пыль так вот у меня на подоконнике подоконнике можно сказать всегда чистые протираешь и чистые потому что же снег лежал как-то вот пыль не летит то есть нормально сейчас вот снег растаял уже все начинает это вот цветение всяких вот берез вот эти какие-то сережки расцветают и вот эта пыльца летит и на подоконниках получается уже такая серая пыльца есть особенно на кухонном окне ну там соответственно и дорога все равно хоть и не вот проезжая часть но машин у нас много и от дома к дому проезжает без конца машина естественно все летит это домой в дом в комнату ну вот так придется пыль чаще протирать я уже на улице вышла все-таки подышать воздухом и пошла по направлению к парку и пошла совсем другой дорогой сейчас вам покажу что здесь смотрите здесь частные дома частный сектор я вот оттуда иду по прямой дороге здесь вот такая вот речка но в ней конечно купаться нельзя такая грязная речь болото болото и вот иду я по этой дороге кстати не ходила ни разу я ходила туда вот дальше откуда я показываю там через мостик больница вот а сейчас решила женщина идет напрямую да я иду напрямую ну какой домик симпатичный интересный сделать садовый вообще нет это не садовый какой-то ну не баня же да там дом впереди сзади тоже дом интересности здесь такие поля поля луга получистая местность но плиты проложена первый раз и здесь иду вот в той стороне там рождественская куда я хожу на прогулку в лес это сюда в эту сторону я хотел сходить парк посмотреть что там верба какие-то заборки я вышла смотрите здесь какие болото сколько здесь не ходим на прогулку там разными улочками сюда ни разу не забредали птичка поет синичка что ли верба уже какая желтенькая вот иду туда а вот там вот леса далеке не знаю парковые дури куда выйдут пойму не пойму еще даже с посмотрим здесь еще снег дальше лежит и сегодня у нас похолодало вообще 4 градуса всего было 13 15 даже доходило днем температура было прям вообще по летнему жарко вышла я на дорогу так как не какую сторону мне идти даже не знаю туда туда или туда сейчас посмотрим скорее всего туда скорее всего туда там лес лан хотя в общем заблудилась так нет а вообще вообще туда поверну по той улице и сегодня такой ветерочек я уже надела свою голубую куртку думаю вдруг будет дождь такая пасмурная погода она у меня все таки с капюшоном зонт так на всякий случай не захотелось не брать все куртки без капюшона это очень очень неудобно вон наша удлинчика тут пленкой покрыта зелененькие листочки такие вот здесь дома я сегодня вышла на разведку походить какими-нибудь неизведанными тропами для меня здесь дорога зря я пошла туда красивое дерево как ива что ли склоняются эти ветки пойду в ту сторону вот эта улица спортивная красивый коттедж огромный такие здесь хорошие дома а здесь вот какой домик брошенный совсем там строится уже ну здесь может и не брошенный как-то живет так вот сирень уже почки набухают листочки появятся сиренев цветет вот здесь что-то погорело что ли все я думаю строится нет что-то тут все вообще разумно разрушено разбирают ножи все книжки люблю когда сирень цветет любимые мои цветы сирень ванныши обожаю весенние цветы тюльпаны ну конечно розы тоже как бы зимние цветы вот такие вот у меня сегодня такой поход куда я выйду не пойму в общем мне бы лишь бы идти куда не важно а скорее всего вот туда вот надо в парк где дома надо сейчас повернуть если я там если там не тупик вообще так тоже дом такой на одной улице дома дома разные ну как воровьи стрекочут прям чурикают да ветер сегодня значит прям погода меняется очень резко так не знаю пройду ли я там что-то должна бы пройти а может обход придется там вроде бы как забор а мне надо вон туда крыши какие интересные дела тут даже слезы текут опять отключусь пока а знаете здесь можно пройти смотри какой там терем стоит рядом с большим домом такой теремок вот здесь конечно дощечки постели на чтоб как-то грязно проходить в общем Из частного сектора. Вот так вот я сюда вышла. А здесь тоже частный сектор. В ту сторону улицы идёт. Тут же дома. Такие частные, да? А напротив дома пятитажки. Ну, а теперь, да, я здесь пройду. Всё правильно. За Волжье исследуем со всех сторон. Так, здесь дорога вообще ни разу здесь не была. Ну, почтовые ящики, какие снега. Видите, сколько ещё в саду, в доме. А тут первоцветы, кропусы, да, называются, цветут. Ну, какая красотища. Вот, не знаю, там, наверное, пройду. Это у нас один проспект Дзержинска. Так, наверное, я всё-таки в ту сторону зашла. Надо было идти быстрее. Как же тут в парк-то пробиться? Так, пойду-ка я туда. Здесь вот два дома пятиэтажных. Дороги все разбиты. Ужас. Очень маленький городишко. Да и в больших городах тоже, где уже во дворах, дворовые территории. И всё. Дела никому нет, да, надо этих дорог. В общем, ушла я не в ту сторону. Кружила я, кружила по этой улице Ореховой. И, ну, ушла туда, к Рождец с виской ближе. Как-то унесло меня здесь, по-моему, у мужика уже. Ну, ладно, не судьба мне сегодня попасть в парк. Прогулялась. Хоть так. Иду сейчас по какому-то мостику. В общем, задними-задними ходами. Вот здесь верба. Козьими тропами. Где меня только не носила. Ой. Ну, хорошо так пробежалась, прогулялась по улочкам. Сейчас нужно зайти за творогом. Что мне ещё надо сегодня? По-моему, только творог. И всё. В общем, вот ушла я в другую сторону. Вот там я хожу в лес. Там куда-то я свернула не туда. И ушла в обратную сторону. В общем, здесь школы идут. Вот там улица Рождественская. Понятно, конечно, можно так прогуляться. А можно пойти по этой улице, зайти в эту пятёрку по пути. И своей дорогой вернуться обратно. Я сделала такой круг и вернулась обратно. Ну, не обратно. Мне ещё до дома здесь далеко. Мне нужно идти в ту сторону. А здесь я уже почти вот у леса. Я думала, там можно пройти вот напрямую. А там вот эти сады, сады, сады. Никакой дороги нет. Туда бы... Там бы я попала в парк. Ну, пересекая улицу Дзержинского. И туда уже в другой стороне парка можно было бы выйти. А там сады, какая-то речка. В общем, я немножко не той дорогой пошла. Ну, ладно. Вот здесь школа. Садик. Иду-ка я здесь. Зайду в пятёрочку. Куплю творог. И пойду. Ну, у меня сегодня такая быстрым шагом, пробежечка. Очень даже ничего. Вот это мужика в 93-м году построили. Вот здесь какая грязюка. Ну, вот здесь вот так микро-район. В общем, всё рядом. Школа, садик. Так, всё нормально. Детские площадки есть. Какие-никакие. Здесь вот плохонькая такая детская площадка. А вот туда на весеннюю мы ходили гулять. Там я показывала, у меня есть видео. Всякие мультяшные герои. Всё там. И тренажёры, и качели. В общем, хорошо сделано. Так, ну что, здесь я пройду, наверное. Ну, вот сейчас выйду к пятёрке. Только с задней стороны. И вот дорога туда. Уже домой. У всех окна почти начищены нам это. Я сегодня не стала балконное окно мыть. Вот так мне показалось, дождь будет. Холодно как-то сегодня. Ветер. Небо такое серое. Такие облака. Плоские. Плоские. Дина, Алина, Алина. Из фитнес-центра. Всё, девочки, набегалась. Бегала я, наверное, часа два почти. Время уже почти три часа. Вот. Даже ноги устали. Вот сколько я кругов тут накрутила. В общем, то не выхожу никуда, так до магазина и обратно. То вот такая у меня, такой сегодня променад. Что я купила? Зашла в пятёрку. Ну, так по минимуму, думаю, куплю. Потому что это дальняя у нас пятёрочка. Вот куда я хожу в лес. Ой, ну мне она очень нравится. Я вот там с удовольствием похожу. Там такая спокойная музыка играет. Посмотрю всё. В общем, всё есть. Но, конечно, цены повысились. Что и говорить. А там крупы полные полка. И сахар есть, и мука всё есть. И масло. Но цены кусаются. Ну, хотя бы так. Хоть есть. Ой, попью у меня здесь клюковка. И вот прошлась. В общем-то, мне нужен был только творог. Но, как обычно, вспомнишь ещё что-нибудь. Взяла вот такой вот геркулес. Вспомнила, что у меня закончился. Но уже по пути. В выходной день надо будет кашку. Сварить. Вот взяла 15 минут, которые варить. Есть там 20 минут. Ну, это же совсем долго получается. В общем, взяла, когда 15 минут. Сколько стоит? Я что-то с 50 с чем-то углей. Взяла вот одну такую помидоринку. Понравилось мне розовые помидоры лежат. Думаю, сможем нам на ужин как раз порежем просто так. Вот такая вот помидорина розовая. Ну, не знаю, никакого аромата. 269 рублей вот эта помидорина. Ну, попробуем. Вкусная она или не вкусная. Но аромата, собственно говоря, никакого. Взяла имбирь. Взяла имбирь. И мне одно время, вот здесь зимой, зимой, да, так тянуло на имбирь. Меня просто трясло. Я покупала имбирь и прям буквально быстро его съедала. Прям хотелось мне его. Вот. И стоил он 80 рублей. Ну, где-то так. А это что-то я посмотрела. И имбирь мне нравится. Именно в пятерочке. В магните тогда брала. Я его выбросила. Какой-то он, не поймешь. Вроде срок-то годности не вышел. Но вообще какой-то плохой. Слышно меня? Не слышно. Не знаю. Опять я где-то села далеко. Вот сейчас прям открою. И посмотрю, как, что за имбирь. Понюхаем, что там. И вот я там второе что-то ем. И обязательно мне нужно имбирь. Я прям вот хотела-хотела. Ой, нет, хорошо. Вкусно пахнет. Ах, ой, я сейчас... Сейчас я разогрею себе. Муж у меня что-то не взял. Вчера у них там у одной женщины день рождения было. Ну, в дирекции там они собираются. Она там угощала пиццей, еще чем-то. Ну, короче говоря, у него обед остался. А я же ему вот сделала два окорочка. Он мне не надо. Я у меня осталась там с вчерашнего дня. Ну, ладно. Думаю, надо мне съесть этот окорочок. Сейчас я с гречкой его разогрею. Порежу помидорки половиночку. Половиночку мужа оставлю на ужин. И с имбирем. Ой, будет вкусно. А у меня, кстати, еще пиво есть. Я купила в банке пиво. Снова такое. Мне, кстати, темное пиво нравится. Ну, редко я его пью, конечно. А муж у меня вообще не пьет пиво. Вот. И как-то было оно снова со скидкой. Я взяла. Стоит в холодильнике. Уж давно. Вот. Можно, наверное, сейчас у меня. Есть настроение выпить пиво. С имбирем. С курочкой. С помидорками. Да. Сейчас я это себе устрою. Такой обед. Так. Сейчас на кагуретку поставлю. Что я еще купила. Творог городецкий взяла. Было не в баночке, а в слюде. Ну, в общем-то, какая разница. Взяла мужу кефир. Он будет завтра кашку заваривать. Но в пятерке нет городецкого кефира в стакане. Ну, пришлось канегиненский взять. Вот такой вот биокефир. Ладно. Один раз обойдется. Мега-радецким. И взяла вот три больших банана. Даже не знаю, по чем они. В общем, у меня чек. А я еще свежие картошечки взяла немножко. Вот такая вот египетская, наверное, картошка. Такой хорошая такая. Кстати, вкусная. Я вот на поминки варила картошку. И у меня тетушка. Ой, что у тебя за картошка? Она все свою хвалит. Ой, ведь у нас своя картошка. Какая же она вкусная. Какая же она тут вот прям. А я сварила. Она такая белая. Она рассыпчатая. И я ее, ну, помяла. С молочка подогрела немножко. С маслом. И, ну, просто помяла. Ой, какая она пышная. Какая нежная. Ты ее миксером, что ли, взбивала? Я говорю, да нет. Просто, ну, поусердней помяла. Она такая, действительно, прям такая пышная. Вкусная картошка. Ну, тетушка оценила. Она толк в картошке знает. Так, ну, и у меня получился этот чек. 300, что ли, с чем-то рублей. Сейчас возьму. Увеличительное стекло. Уже даже не помню, сколько. Нет, 513,82. Вот, картофель на 78 рублей. Бананы на 69. Томат на 89. Видите, какой томат дорогой? Ну, вот так вот. Ну, вот так вот где-то. До 540 рублей одним словом. Такая была моя покупка. Такой был мой поход. Ну, и вам, дорогие мои друзья, спасибо. Кто досмотрел это видео до конца. Прогулялся со мной по закоулкам за Лужье. И до скорых встреч. Всем пока-пока. Ну, и вот такой у меня будет обед. Ох, как будет вкусно. Сейчас в такой стаканчик налью я пиво. Вот такое вот пиво мне понравилось. Вот, бардон. Так, сейчас откроем. Что-то не открывается. Так. Открыла. Наливаем. Не кофе на этот раз, а пиво. О, как пенится. Люблю пену. Вообще классно. Вот такой маленький стаканчик. Вот такой маленький стаканчик. До аппетита. Ну, и всем, кто за столом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...